Девушки отдыхают Губернаторы и главы областного совета никого поименно не представили. Сначала присутствующих развлекал видео Труханов. Ролики с ним в главной роли демонстрировались первые полчаса. Красивые слова, красивый костюм, красивая картинка. Но вот на сцену вышел сам Геннадий Леонидович. Первым делом Труханов пожаловался на условия, в которых ему пришлось работать ввиду сложной экономической ситуации сепаратизма и войны на востоке Украины. Как вы помните, было время социально-экономического и политического кризиса в стране, который непосредственно ударил и по Одессе. В дебютном выступлении Геннадий Труханов не стал кивать на попередников. Какое хозяйство я застал. И в этом вводном слове, я вам скажу, я не буду кивать на, как у нас модно было в определенные времена, на попередников. Но это было единственное отличие Геннадия Труханова от его попередника, когда-то соратника Геннадия Леонидовича по партии регионов и коллеги во всех смыслах по мерзкой деятельности. Это был самый трудный год моей администрации. То, что в последнее время город катился в финансовой и экономической катастрофе, понимали даже не специалисты. Можно с уверенностью сказать, что за последние десятилетия в таких условиях не приходилось работать ни одному мэру. Одесситы стали настоящими хозяевами своего города и почувствовали, что в городе появилась власть, которая выражает их чайникам. Я могу с уверенностью сказать, что такой открытости и доступности власти мэра, который существует сегодня, Одесса еще не знал. Местные инициативы, общие собрания граждан стали механизмами участия одесситов в управлении города. Мы посадили за стол переговоров активистов самых разных организаций и течений. Кроме общих слов, у городских голов оказались еще и общие достижения. Подписан договор о строительстве городской больницы скорой помощи. Продолжается строительство новой больницы скорой помощи. Строительство детской поликлиники в Суворовском районе. В Суворовском районе завершается строительство новой детской поликлиники. Реконструкция инфекционной больницы. Особраны работы подостройки новых корпусов городской клинической инфекционной больницы. Во всех остальных аспектах Геннадий Леонидович, кажется, пошел еще дальше своего предшественника. Он докладывал о несуществующих успехах, несуществующих достижениях, несуществующих победах. Например, открытием для многих стало то, что Геннадий Леонидович сам лично полностью победил коррупцию и остановил незаконные стройки. То есть там, где он поставил себе плюсик, надо было ставить жирный минус. Мы смогли удержать в Одессе тарифы на проезд в городском транспорте, а также маршрутных автобусов одним из самых низких по Украине. Уровень зарегистрированной безработицы остался одним из самых низких в Украине. Доступность городских пляжей, бесплатный проход на пляжи и доступ к морю. Что касается ликвидации стихийной застройки побережья, то мы наконец поставили жирную точку в дальнейшей застройке нашего достояния – одесских склонов. Иногда одесситы узнавали и вовсе удивительные вещи о деятельности городского головы. Например, выяснилось, что оказывается именно он упредил перевод военного командования в Николаев и к его мнению прислушивается ВМС Украины. С трудом читающий напечатанный помощниками текст Геннадий Леонидович часто сбивался, тяжело дышал и допускал откровенные ляпы. Городские власти, тесно сотрудничающие с руководством ВМС Украины, проводя совместные мероприятия, призванные вырастить юных одесситов патриотами и защитниками своих родин. Оставим в стороне количество родин Геннадия Труханова. Возможно, это просто оговорка по Фреду, особенно если вспомнить информацию о его двойном гражданстве. Да что там гражданство? Мэр путался и в количестве собственных дочерей. Я отчитываюсь перед своей матерью и всеми матерями нашего города. Отчитываюсь перед своей дочерью, дочерьми, а в ее лице перед всей молодежью, будущими одесситами. Почему молодежь не входит в состав одесситов, тоже осталось неясным. В общем, как обычно, хорошая картинка, хороший костюм, спортивная внешность, наверное, на спортсоревнованиях. В боях без правил наш мэр смотрелся бы неплохо, но в качестве оратора и тем более политического благодеятеля города он явно не дотягивает. По сути, его доклад не содержал никакой информации. Например, в части доклада, посвященной ЖКХ, наш мэр умудрился ничего ЖКХ не сказать. Что можно говорить о системе или об отрасли, в которой ничего не делается? Ну, если так говорить реально, вот за год отчета городского головы, реально в системе ЖКХ не сделано вообще ничего. Да и сама организация мероприятия напоминала театрализованное шоу, хоровое пение, аплодисменты с зала, ритуальные танцы с флагами и, конечно, моноспектакль артиста, играющего роль городского головы. Напоминало постановочное шоу, которое все-таки не удалось. Мы не видим перспективы, а видим перспективы в самопиаре и в перспективе в говорильне утопить важные научные подходы к реализации концепции города туристического, города транспортного, научного, культурного. Хвалиться по большому счету нечем, одни пузыри. За этот год, который, если подвести, взять вкратце, то парков в городе стало меньше и реже, высоток в городе стало больше, пропаг в городе стало больше, никаких просветлений и изменений не наблюдается. Когда Труханов говорит, что побеждена коррупция в Одессе, ну простите, мы же все живем в этом городе, ходим по этим улицам и иногда сталкиваемся с этой коррупцией, очень часто, к сожалению. Опять же, когда говорится, что ликвидирована стихийная застройка побережья, ну это тоже неправда. Пока Геннадий Леонидович выступает на политической сцене скорее как артист разговорного жанра, причем артист весьма посредственный. На все его перечисленные достижения так и хотелось воскликнуть сакраментальное «не верю». Ну вообще, напоминало, что Геннадий Леонидович стартанул со своей избирательной программой, еще не хватало «Лебединого озера». Те, кто смотрели онлайн, говорят, что первые полчаса и шел мультик «Мадагаскар», ну можно было еще сказку «Просивого бычка» поставить тоже, я думаю, зрители бы заценили. Впрочем, одесситов этот концертный номер под названием «Отчет городского головы» кажется не прошел. Это быстрее всего шел в действительности подготовка к выборам, потому что надо как-то поднять свой рейтинг, как-то надо имидж свой разукрасить, ну и в итоге подходят вот такие вот разные рекламные движения по поводу того, что кто-то что-то там сделал, практически ничего не сделано. Коррупция, она до сих пор есть в университетах, вон, друзья рассказывают, до сих пор экзамены заставляют платить, и это никуда не ушло. Собственно, как и все политики, я считаю, он много говорит, но ничего не делает, и это, к сожалению, правда. Вы возьмите скрытую камеру, зайдите в любой поликлиник, в любом врачу, в любую организацию, сделайте что-то, вы тогда увидите ответ. Все остальное, оно не имеет права на жизнь, вы понимаете. Встаньте на месте любого жителя и получите информацию. Все, что остальное вам скажут здесь, это может быть блеф. Блеф, пожалуй, лучшее слово, которое может охарактеризовать всю деятельность нашего нынешнего головы. Одесситы это понимают, как понимают и то, что все предвыборные обещания остаются предвыборными обещаниями, причем переходящими по наследству.